Ночь, темный коридор и невероятная тишина. Ты осторожно делаешь шаг, еще один, и вдруг раздается ужасный шум. Сердце уходит в пятки, дыхание останавливается, страх нарастает. Но оказывается, что это просто заскрипело двери. Да, сегодня ты главный герой этого видео, ведь именно тебя я буду знакомить с монстрами короля ужасов, которые могут прийти к тебе в любую секунду. И если дверь заскрипит вновь, то возможно он или оно где-то рядом. Многих пугали в детстве монстром из шкафа, который придет и непременно накажет непослушного малыша. Но что если чудовище появляется для того, чтобы уничтожить жизнь взрослого человека, раз за разом отнимая у него все самое дорогое. Одни называли монстра бугименом, другие утопленником из шкафа. На русский манер его имя звучит как Бука. Его сложно увидеть, можно заметить лишь следы присутствия. Разбитые зеркала, грязные, мокрые отпечатки лап на полу и слегка приоткрытую дверь шкафа или чулана. В рассказе Кинга Бука преследует мистера Биллингса, одного за одним жестоко убивая его маленьких детей. Даже когда семья переезжает в другой дом, Бука находит их и вновь поселяется в чулане. В мифологии Бука боится взрослых людей, но Бука Кинга этого страха лишен. Сначала он прямо на глазах отца убивает его третьего сына, а затем уничтожает психоаналитика, к которому приходит на прием отчаявшийся мужчина. Убить бугимена еще никому так и не удалось. Даже самый верный защитник и друг семьи может стать монстром. Пример тому история Синбернара Куджо, который заразился бешенством и превратился в настоящий ночной кошмар. В арсенале пса мощные челюсти, животная ярость и большие сотни килограмм живого веса, напор которого не выдерживает даже капот автомобиля. Злобный пес убивает своего хозяина, его приятеля с обутыльника и нападает на подъехавшую к ферму женщину с ребенком, которая вынуждена спасаться от разъяренного пса в салоне своей заглухшей машины. Яркий свет, человеческие крики и удары палкой только злят собаку еще больше, побуждая ее нападать на человека вновь и вновь. Не каждый после знакомства с Куджо сможет смотреть на собак без содрогания. Стивену Кингу удалось создать, пожалуй, самый жуткий образ пришельца со времен заключенных во льдах чудовищ из картины «Нечто». Инопланетяне у Кинга обычные паразиты. После того, как человек вдыхает споры инопланетного мха Байрума, в его кишечнике через пару-тройку дней заводится склизкий паразит, прогрызающий себе путь наружу через задний проход. Человек при этом, само собой, погибает, а хорек вырастает до размеров, превышающих рост взрослого человека. Желая вступить в контакт с представителями человеческой расы, пришельцы принимают облик так называемого «Мистера Грея» — худосочного инопланетянина с огромной головой, каким его привыкли изображать в кино. Хорьки способны захватывать сознание человека, а их главная цель — захватить нашу планету. Убить Мистера Грея смогло только еще одно потустороннее существо по имени Датец. Вот уничтожить хорьков — относительно просто. Их можно, например, сжечь. Серый вдовец Смертоносный паукообразный хищник, способный выделять разъедающую паутину, которая легко сжигает одежду и человеческую плоть при соприкосновении. В книге серые вдовцы описаны как существа черного цвета с желтыми полосками вдоль тела, из которого растут более двенадцати лап с большим количеством суставов. Внешне они отдаленно напоминают пауков. Имеют красно-розовые глаза и черную густую икру. Из отверстия верхней части живота вдовец сможет при необходимости стрелять разъедающей паутиной. В фильме вдовец же серого цвета с меньшим количеством лап. Насекомоподобное тело покрывает длинные тонкие колючки. Нижняя часть тела напоминает брюшко осы, а голова похожа на череп, которая имеет четыре глаза. Существо издает звуки, варьирующиеся от низкого вибрирующего рычания до высокого пронзительного визга. Как и в книге, вдовец производит разъедающую паутину, стреляя ею словно снарядами. При этом в фильме ему добавили способность откладывать яйца в живых людей, предварительно упакованных в коконы из паутины. Вкладка серого вдовца напоминает выпуклые нарывы на коже, из которых после двадцати четырех часового созревания вылупляются детеныши размером с обычных земных паучат. После появления детенышей у жертвы не остается ни единого шанса на выживание. Страшнее маньяка или серийного убийцы может быть лишь группа сектантов, приносящих жертву своему богу. Но более жутко становится от осознание того, что члены этого собрания – маленькие дети. Каждый, кто достигает определенного возраста, будет принесен в дань к тому, кто ходит рядами. Некое темное божество отравляет умы людей в городе, который находится посередине бескрайнего кукурузного поля. Именно там обитает это существо, повелевая детьми и пожирая непокорных. Все грешники должны быть мертвы, даже ты, дорогой зритель. Любой, кто попадет к детям кукурузы, будет отдан в пищу божеству. Щупальца с планеты Икс В книге данные отростки напоминают внешне огромных кальмаров или осьминогов, при этом на месте присосок у них находятся рты, которые начинают поглощать жертву в момент соприкосновения. Внутренняя часть существа телесно-розового цвета, остальное тело серое. В фильме в дополнении многочисленным ртам и внешности осьминога щупальца с планеты Икс имеют когти, торчащие по бокам и щелевидный длинный рот верхней части, который издает высокие пищащие звуки. Чудище. Шестиногое существо невероятных размеров. В книге в складках кожи данного существа обитают сотни скорпомух, которые похожи на обычных мух, только размером чуть больше. Кожа чудища серая с редкими темно-коричневыми пятнами. В фильме же существо показано более детально. Каждая нога существа имеет по два коленных сустава. Общая высота исполина превышает 70 метров. Над головой вьются огромные щупальца, а из живота торчат многочисленные отростки. Пеннивайз или танцующий клоун. Существо из параллельного мира, в большинстве случаев предстающий перед людьми в образе злого клоуна. Истинную сущность оно увидеть невозможно, ибо реальный облик чудовища, рожденного в пустоте окружающей вселенную, человеческий разум просто не сможет постичь. Оно – древний монстр, который выбрал американский городок Дерри местом своего проживания в нашем мире, а заодно и местом охоты. Может принимать любой облик, воплощая в жизнь самые потаенные и жуткие кошмары человека, питаясь его болью и страхом. В фильме, снятом по роману Кинга, оно превращается то в оборотня, то в отца одной из героинь, то в закутанную в истлевающие бинты мумию. Главной добычей Пеннивайза являются дети, но именно дети в конечном итоге и способны его победить. Ведь главное, что нужно сделать для того, чтобы убить оно, это перестать бояться и искренне поверить в то, что выбранное тобой оружие сумеет победить зло. А кто еще способен на столь искреннюю веру, если не дети? Правда и после того, как героям романа удалось победить чудовище, они установили в родном городе мемориал с тревожной надписью Пеннивайз жив. Хоть детям и удалось победить монстра, остаются намеки, что он еще жив. И возможно, следующей жертвой станет кто-то из нас. Особенно если не был поставлен лайк.